Музыка Здравствуйте, дорогие друзья! Наконец-то! Наконец-то мы собрались вместе! Полтора года! Мы ждали этой встречи! Ну, во всем виноват кто? Ковид! Коронавирус! Да? Мы два раза собирались собраться? Три! Три раза! И все три раза кто-нибудь из нас болел! Поэтому, ну, сейчас уже смеемся! С утра созвонились! Все живы! Все здоровы! Сегодня три канала! Татьяна! С канала записки цветовода! Мало ли кто не знает! Красотка Светочка! С канала Цветули у Светули! Она такая у нас стеснительная девушка! Но мы ее все равно поснимаем! Ну, и я канал у Светланы Лодисад! И канал Лодисвет! Тоже всем здрасте! Уй! Я еще и оператор! О чем сегодня будем говорить? Не о политике! Да! Не о политике! Мы о своем... О своем любимом! Это о цветочках! О цветочках, о рассаде! Ну, вообще о жизни! И обо всем таком прочем! Потому что сегодня девчонки пришли на калитке, которые я пекла! Вот! Да? Пришли именно на калитке! И решили попить чайку, посидеть и поговорить! Вот об этом сегодня видео! Не то, что дура! Это вообще... Это вот даже... Это вообще... Это ненормальный человек! Татьяна Павловна, вы кого сейчас обсуждали? Мама отличненько! И не стесняетесь сказать? Нет! Нет, да! Так это ненормальный человек! Дорогие друзья, мы, конечно же, говорим о своих... Есть поклонников очень много! Много, да! А может, есть много очень ротозеев, которые любят в чужом белье показать! Ну, это тоже много! Это самое интересное! Да! Это самое интересное! Это самое вообще... Зачем цветы? Это вообще любят! Вкусно, девочки? Очень вкусно! Вкусно, да? Обалденно! Огурцы? Да! Огурцы? По-карельски! Все готовки цветы! Нет, это по-карельски одно! Ну, это по-суворовски! Да, по-суворовски! Да, многие в этом году делали, девочки! Говорили, что все прекрасно, да? Мне, кстати, огурцы по твоему рецепту понравились! Да? А по-соседски? А по-какому? Какой? По-суворовски? Нет, не-не-не! По какому? Я делала два рецепта по-твоему и по-соседски! А! По-соседски не по-моему! По-соседски у меня не получились! А по-твоему получились! А Светочка это, между прочим, делала первый раз в жизни! Первый раз в жизни! Вот! Молодец! Дебют! 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 Вот такие мне надо! Да? Да! Дебют, я посмотрю! Это что? Это что? Это соленые? Это соленые огурчики с медом и корицей! Очень вкусно! Одна ли на мед, да нет? Ну, значит, она купила, я в арморке, да? Я ж не люблю мед, я не люблю, да? А мы иду, и мы едем! Все, кто не любит мед, наливайте пиалочку с медом, крошите туда много орехов, какие хотите, любите? Можно сборку? Да, можно так! И все захотят съесть орешку! И все выуживают оттуда, а получается орех с медом! Да! Однозначно! Вот вся пиалочка... На юге я покупаю баночки, где вот мед с орешками... А ты не надо, ты купи простой мед хороший, и туда всех орехов! И каждый захочет ложкой этот орех оттуда вытянуть! А получается, что и попробуют мед! Все, кто не любит, хоть этого полезности схватят! У меня только мед уже засуху! А какой нам мед-то покупать отсюда? Не засахаривается мед акации! Он вообще не сахарится! Он будет жидкий, в принципе, всю зиму! А у меня уже весь такой... Ну, не то, что засахарился, но он такой... Ну, встал! Встал, да, это значит хороший мед, хорошие меда, они встают! А мне не хочется жидкого, я на батарею поставлю, он подстает, и очень хорошо! Понятно! Да! Даже не моя акации берешь! И я мед акации беру для Бориса, чего он любит, чтобы жиденькие было! Я прекрасно ем мед, который встал, я знаю, липовый... Мой самый любимый только липовый, да? У меня у мамочки рядом липовая аллея, липовая роща, я выросла на этом липовом меде, потому что соседи держали пчел, и нам в детстве вынесут сотые, прям вот мы гуляем, играем, мы же раньше не в компьютерах, мы же на улице бегали, нам вынесут прям вот сотые, ну, говорят, ребята, насти, их же много не съешь, они же терпкие, сладкие! Я никогда не ела сотые! И мы насосемся этих сот, вообще, ну, бесплатно нам! Ну, как-то, они как воск, да, потом? Да, ну, как жвачки, жвачки не было, мед высосишь, и потом вот эту... А это же очень полезно, зубы очищают, там много чего в этой, ну, там ведь, да, и прополюса кусочки попадаются, поэтому... Это выплюнул? Выплюнул следующий кусок! Сами все и в меде в этом, но зато полезность такая была, люди не жалели, выносили нам, прямо детям. И поэтому для меня лучше и вкуснее, чем липовый мед, ну, может быть, это такая вот ассоциация с детства, у меня никакого другого не бывает. Ну, так, еще по калиточке берем. Теперь расскажите-ка, что у вас там, как? За цветочный фронт, за цветочный фронт и дела. Они, месье, я все отшучила. У меня никакой, слава говорила. Никакой чучелы нету, у меня. Да, как она мне надоела. Света так всегда прикидывается, да? Потом у нее не месье какая. У нас с тобой уже такая пуберла. У нас никакой пуберла. У нас никакой пуберла. Да? Да-да, вот на улице-то не хорошо, а дома-то ты не представляешь. Представляю. Поэтому я не стала. Я сейчас ее все обрезала, поставила уже на окно, к себе в комнату отнесла, в спальню. Поставила в спальню, уже не знаю, что с ней делать. Была такая хорошенькая, вся что-то, листья ее как будто кто-то жрет. У нас такие все в точечку, я уже ее обработала. Ну и там же каждый листочек под микроскопом, поэтому она видит точечки. А мы с тобой точечки не замечаем. На крыше уже светать даже без микроскопа. Не замечаем точечки. Да, все заемер-беново безобразно. Девочки, у меня появился новый поклонник. Многие еще и не знают. Зовут его Сергей, фамилию говорить не буду. Он мне прислал уже целых шесть писем по электронной почте со словами, как вы со своим опытом не понимаете, что у вас плохая рассада. Понимаешь, вытянувшаяся, бледная. Вас любят. Дальше не буду говорить, как он даже оскорбил не только меня, как мужчина, при этом не понимает, а и всех моих поклонников и подписчиков, что тот, кто говорит мне комплименты, тут ни хрена ничего не понимает в рассаде. В общем, вот такой. И посвятить даже мне ролик о том, что я не умею выращивать рассаду. Огурцы и все прочие. Прямо сначала выбил меня из колеи. У него все гортензивы. Да, он гортензиводов. Почему он к Светлане-то приставал? Человек, который пристает ко многим. К Светлане приставал с гортензивами. Ну, сейчас ко мне с огурцами, поэтому... Да, про цветок он там проделывал. Про цветок, садовый мир. Светлана на лед. Ну, видно по многим. Говори быстрее. Рассковор о том, что мы будем садить в этом году, да? Да. У многих блогеров тема какая пошла сейчас. Видели в роликах? Да, видели. Надо как можно больше посадить овощей. Это второй раз уже в моей практике. Вот как бы вторая такая волна пошла. Светочка, а вы будете овощи сажать? Нет, конечно. Светочка в прошлом году... Да почему у нее в прошлом году первый раз в жизни посажены помидоры и огурцы. А сколько помидор было, да? Дай Бог тебе здоровья, Светлана. Вот, спасибо. Хоть меня вспомнили. На моей рассаде у Светочки вырос замечательный. Обалденный урожай. И очень вкусный, да? Да. Вот так. Это, честно, дорогие друзья, не для камеры, правда? Это от всего... Нет, а Света вообще молодец. Она первый раз в жизни посадила томаты. Я к ней ходила, два раза показала. На разведку. На разведку учила ее, как формировать. Ну, когда не знаешь, конечно, что там прищипывать, какие пасынки снимать. Там ворчала на нее, что ты не видишь. У тебя тут все заросшее. А ее заросли, кстати, Таня? Дали супер урожай. Да. Да. У нее все равно были заросли по сравнению со мной. Но урожай был супер. Да. А что у нее не супер? Да, у нее, конечно, все супер. Не, девочки. Вот не палку засвещено, такой, будто он вырос на палке. Мы говорим, легкая рука. Да, легкая рука. А у нас-то потяжелее. Деменская. Ой, да. А у меня там все отцвеклы. Побольше. И потяжелее. Ручки отцвеклы. Да. А у меня отцвеклы, они красные. Слушай, смыло было. Ну, надо же, чтобы отцвекла. Вот надо щуки там чем красить. Вот Марфуша-то. Не будет румян-то, как Марфуша в сказке Марфушка. Да, да, да. И пошло. Будешь все время красотой. Ну-ка, маленькая злойка, ну-ка, свеклину давай закрасим тебе в щеки. Разговор о том, что многие блогеры сказали в своих роликах, надо сажать много картошки и овощей. С этим мы никогда не убрём с голода. Ну что, будем своё есть. Светлая, маковка, картошки. Кто не подорожал, я объяснила. Татьяна, расскажите, как вы пошли за грунтом. Ну ладно, пошла, как я, грунт свой, любимый, когда мне не хватает грунта. То есть я тебе говорила, фаска-то беру, да? Он был 600, ну самая дорогая цена была 640, так 629, когда так, ну 640 грубо, да? Вот 100 литров. Фаска, нейтральный грунт, он намного даже, даже в какой-то степени лучше, чем агробалт, мне кажется. И что ты думаешь? Ты сейчас то ли 69, то ли 79. Я глаза махнула. Как могло за неделю повыситься всё ровно в два раза. И удобрения, Таня говорила. И удобрения, и все удобрения. Вот весна-лето, вот пертик это весна-лето, да? Осень-то не смотрела, да? Они почти 800 рублей, 5 килограмм. Что случилось-то за неделю так случилось-то? Ну это такое-то вообще. Вот так? Как говорила, покупайте заранее, покупайте заранее, покупайте заранее, да? Как чувствовали. Как чувствовали, это что такое? У нас такой запас ещё есть. А у меня ничего нет. Ну, мастер же у тебя есть. А, ну удобрения-то есть, я предземлю переживаю. Вот. А, вчера я заглянула, вижу, что там всё тоже, какой-то ролик смотрела, тоже земля подорожала, да? Дай-ка, думаю, на свой любимый сайт зайду в магазин «Дом Семян на Фарнасе». Ну, да. Мы же сейчас поедем туда, да? Да. Вот. Думаю, сколько там гон стоит? Ну, ещё по-божески вам скажу. Первый раз я их отобрала, был 700 с лишним рублей, 250 литров, да, Кипа? Сядьте поближе, а то у вас камер не видно. Вот. Второй раз мы поехали, второй или третий, в общем, цена поднялась, 900 с чем-то. О, девочки, ну 200 рублей. Да, грунт вот прям, кипа 250 литров, кипа. Да, зелёный С, вот, синий. А, Аграбал. Аграбал, да. Вот, это на Фарнасе «Дом Семян». Вчера заглянула на сайт, прайс-лист, и значит, что стоит? Тысяча, то ли 20, то ли как, ну там хоть 250 литров, а тут-то 100 литров, а сказать. Ну всё. Да. Ещё за тысячу можно 250 литров взять. Надо прекращать, в Кашкорстве ты сажал. Разговор о черенках, как подорожают череночки. Да, как у Васильевой, ну-ка расскажи, у Васильевой что там. Мы, Наталья Васильевой, покупали, теперь уже 180. А сколько было, 150? Ну, 150. А мы за 100 ещё брали? За 100 брали. Мы сказали, за 150 на меня, мы доросим, а Мартин все это привозили, мы за 100 рублей и брали. За 180, это плюс 400 километров ехать. Туда и обратно. Туда и обратно. Ну, 350, да. Да, да, да. 220 там как раз. Так это во сколько? Это 4000 только бензин стоил. Да, потому что земля подорожала. Да. Вот тебе и череночки подорожали. И удобрения подорожали. Да. А вот хочу спросить, ну, сказать про себя. А у меня, спрашивают, сколько стоит, я скажу Фуксия, Кольюс, Фуксия не продаю, Кольюс 150, это дорого. Да? А почему же нам задают такой вопрос? Вы что, обалдели 150 рублей, бетонья? Я уже просто вообще может прекращу. Да, да, или прекратить торговать, потому что с нашими, ну, маленькими объёмами, что там мы, нужные тепличники, у которых в теплице там, понятно, расходы все равно. Ну, они спрашивают. Я не знаю, чего отработаю. Ну, кто экономист понимает, да, на единицу цветка, на единицу товара, да. То ли вот в таких маленьких условиях там вырастить 20 лишних черенков, это совершенно другая себестоимость. Люди этого не понимают вообще. Они пишут, и сразу вопрос. Ну, кто-то понимает, конечно, им всё равно. Вот хочу у вас, хоть там тысячу рублей, но хочу у вас. Но чаще всего, особенно местные люди, считают, что это дорого. А за свет на сколько платим? За свет, я вообще боюсь сказать, сколько я заплатила за свою светелку. У меня же тёплое полоосвещение. А не отдыхаем мы? Не грамма. Не грамма. А вообще, девочки, я вообще привязана. Я себя считаю рабой цветов. Вот, всё надо было. Да. Не цветы мои, а я их раба. Вот так, дорогие друзья, видите, как всё. А семечки, 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 семена. Давайте поговорим о семенах. Белла, я зашла, вот буквально. Я сейчас анализирую, на работе сижу и анализирую всё, да. У нас, Татьяна, это мотор. Да, 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 мониторингом. Да, мониторингом. Да, мониторинг. Выписывает, получает и распределяет. У нас самые дорогие, я не знаю почему, но это Рамлин. Рамлин? Да. Самый дорогой? Может, самый ходовой? Не знаю, не знаю. Самый дорогой? Нет, это самый. 140, я тебе говорю, это 170. 160. Да. 160 рублей. 5 штучек? 5 штучек. А у нас в городе? Это Тайдал. 550, я чуть не знаю. Да, это, это, этого, партнёра. Партнёра, его во внимание не берём. Обалдеть. Нет, просто очень многие говорят, что. А партнёр-то оттуда, с этой же фирмы берёт. Ну, он с одного котла. Конечно, он картинку свою ставит. Нет, мы говорим о том, что это Pan American, да? Pan American, естественно, нам или не пришлёт ничего, потому что, да? Это Американская селекция, да? Или пришлёт там через обходы, ну, естественно, будет цена дана. Нас все обвиняют, что вы рекламируете Bella или Solo. Ну, ладно, мы от них не поимели ни красавица. Ни красавица, бонус, нет, иногда бонус. А бонусы, да, есть, ну, такие бонусы, что... Такие бонусы, которые я не сею, потому что мне нафиг они не нужны, да? Да, 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 да. Ну, ладно, бонус хотя бы пакетик и Таня... Да, я вам там всем раздам всегда бонусы эти. У меня, кстати... То есть мы ничего не имеем, ни денег, ни прямой рекламы, вообще ничего. И все обвиняют. Да, люди типа... Зачем у меня не взошло все только из-за вас? Так дай нам на красавицу, да. Да, на меня на красавицу. Знаешь, что, тут подарок сын надо. Таня пришла и Света пришли с подарками. Ну, это понятно, что мы сейчас поделимся. Я кое-что тут им приготовила. Так, расскажите, что за подарок? Гипсофила и, собственно, семян. Закану сегодня посадила, утром уже зашла. У Тани гипсофила такая розовая, галактика, галактика. Ай, ой, господи! А ты, девочки, посмотрите, какая красота! Это гипсофила галактика. Ну, ребят, я вам ее выговорю. Девочки, погоди! Погоди ты, господи, скорее бежала! Вот, девочка здесь потерялась. Вот, вот, вот так. Или вот, наоборот, я не понимаю. Ты какой-то рукодельник что-нибудь придумаешь. Пипочку Борисович, вот, приду. Вот сюда, вот это, да. Вот, а тут даже кранчики есть. Смотри-ка, почисти, он вроде как глизноватый. Вот, ну так вроде блестит. Это правда? Да как, да, это я тебе подарила. Девочки, поглядите. Ой, какая красота! Правда? Представляете, тут Людмила Андреевна пришла ко мне, еще никто не видел. Тоже с новым чайничком. Сочи. Я поставила. Настоящий самоварчик, да? Настоящий самоварчик. Прямо даже открывается. Да, вода текет. Да ты что? Ого! Там же все открывается. Посмотри, ручки есть черненькие. Ручки есть. Все чисто, как в настоящем самоваре. Да, ручки, маленькие черненькие. Вон, шучки-то. Подруга еще. Ты, господи, и вода потечет? Да, и вода потечет. Все. А сделано, посмотри, ну четко, четко, как в настоящем. Да, такой настоящий металл-то такой. Да, да, он тяжелый, тяжелый. Это сколько лет-то? Сколько лет-то? Это, наверное, в 80-е годы. Ну вот. Видите, какой раритет. Спасибо большое. А Светочка ко мне с петунией пришла. Ты его отнесешь в эту? Светок? Да. Или туда? Нет, я поставлю у меня это на втором этаже. У меня коллекция маленьких чайничков. Татьяна говорит, что препаратов и удобрений она закупила, да? Да, есть, пока есть. У меня годика на два хватит, точно. Мы прорвемся за два годика? Прорвемся, а дальше там жизнь наладится. Мы уверены, да? Грунт, самое главное, грунт. У меня еще, так, сколько, 7 было? 5 кип есть по 250 литров, так что я пока еще живу. Ты богатая женщина. Вот у кого будем брать кипы. Будем брать кипы у кого. Хорошо, Светочка, машину приобрела торфа. Я, 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 Светочка. На улице. Она на улице хранит. Она чистачка. Ну, чистачка. Где-то недалеко. А я приду. Здесь крепко. Да. Да, и все. Она не спит. Я вообще не сплю. Я тут не похрен на второго этажа. Что такое? Я, мне со второго этажа все видно. Кто где ходит. С какими фонариками. Ты что? Мне сейчас надо машину навоза заказать. А я думаю, было 5 тысяч, а сейчас как 10 сделаю. Я заказала 5 мешков конского навоза. Встретила Сергея. Я говорю, Сергей, мне нужен навоз. Этих? Легкофских? Да. Но, представляешь, обычно, там 10-15 мешков я покупала. Легкофских. Он сказал, только 5. Так у них нет коней. Да. Всем нужно. Ну, хоть дайте 5 на огур. Пони и кони. Да, второго кони я уже продоню. Ну, что, поедем в Свирское за навозом конским. Там много коней. У него сколько? Я не знаю. Мне вот сколько. Я не спрашивала цену. Дайте хоть сколько. Будем пить чай? Чай будем пить черничный. Какой красивый чай. Да? Вот черничный чай. Вот чай. Какой красивый чай. Ой, какая красота. А как там? Черничный чай. Очень вкусно. За свиньи, Катя. Ну, вот сейчас я хочу даже себе прикинуть. А едешь? Так и не взяла мне бы там цвета. А ты поедешь? Поеду. И ныть не будешь? Не буду. Почему мне ныть так? Буду тихонько сзади бегать. Ныть, и я не беру с собой. Нет, я не ною. Я буду тихонечко сзади за собой. У меня есть такие. Ты мне потом покрепче, ладно? Покрепче, пожалуйста. О. Это самое... Девочки, ой, какой аромат. Это какой чай-то? Черничный. Это так мне кипятка не надо. Мне кипятка лучше так. Да. Вы за цветы. Я генераль. Как вкусно. Это солдатский чай. А это офицерский. Так еще подлить заварочки? Заварочки? Да, офицерского. О, Боже. Наша мама все время два чайника имела. Она же только свежий пила. У нее маленький чайничек вот такой себе заварит. А вот утром заварит. Таня, это чефир. Ну иди ты, нет. Это еще и такое сладенькое. Вот. А ребята-то маленькие были всегда, да? Вот. Бабушка, налей нам чаю. Вам солдатского. Вам скоро в армию идти. Вот. И это внутреннее. Ну, что детям так у своего, да? Она наливает. Бабушка, а ты какой пьешь? Уже другой чайник. А у меня. Говорит, офицерский. А. Вот так. Вот так. Я такого не знала. Да, она говорит, вам солдатский, он скоро в армию идти. Угу. Угу. Понятно. Черничный чай. Черничный чай. Листья? Это листья сухие, ягодки черничные. Вкусно? Нет. Это мы переживаем, дорогие друзья, что будет на ярмарке. Будет. Весенние. Это питомники. Это не то, что нам с нами не с чем выйти туда. К нам приезжать всегда уже все. Да нет. Нет. Что ты это? Богатые, богатые. Ну, осенья была нервно-копистая, весенняя всегда плохая. Ну, мальчик, меньше. Осенья лучше. Осенья лучше. В этом году осенья вообще было прекрасное. Прекрасное, как никогда было. Да, я нахватала всего. Да и так, конечно, с 7 утра. Ага. Еще машину гадали? Нет. Я вот сразу пришла. Мы всегда говорим, вот быстрее танцы приезжали. Я пришла, а вы уж там болтались. Значит, я первая была? Да. Ну, уже там была товарища. Бегала там с Сашей. Под не хочу. Смотрю. И тут. Не знаю. Смотри, человека всяких света. Всяких хитр. Я только с веку. Это мне Анечка из Митера. Да, девочка. Анечка. Сегодня Анна звонила мне прямо сегодня. А я говорю, Аня, сегодня у меня будут два блогера в гостях. О, какая красота. Она сказала, передала вам привет, потому что вас смотрят. Ну, здесь у меня. Слушай, эта штучка. К этому нет подхода. А вот эта Аня сама делает, она ходит на кубок. Она ходит на керамику в Санкт-Петербурге. Делает, а птичку-то вы видели? Ой, кака... А чешолые какие-то. Эта керамика обжигает сама. Света, какая красота-то, да? Очень прям. Это Алечка, моя приятельница, моя подписчица. Света, ты бы хоть не показывала тогда. Это она сама делает, сама обжигает, красит, полирует в Питере. То есть она можно кашполь наделать. Птичка. Света, а эта-то какая... Знаешь, я купила вот эта мечта. Я еще вот так. Это как крышечка. Это как украшалочка. А можно отдельно, можно хоть как. А птичка-то какая. А сейчас для моей кухни вот такая. Это под яйцо. Ну как яичко, если смягкую яйцо. Можно сольца. Хоть что. Вот сольца, какая красота. Левочки, посмотрите, какая красота. А птичка-то просыпала в душе. Прямо под мою зелененькую. А чешмолая какая. Вот. Ой, какая красота. Вот сегодня Анечка звонила, я вам привет передавала. Потому что тоже смотрит. Света, можно даже мед положить. Да, что хотите. В ларенице положили в пляжочку. Да. Это даже чай. Видите, дурно. Да. Вот такие у меня рукодельные подписчики. Красота. Вот так. Света, где ты как-то такие берешь-то, а? А хорошие люди-то ведь много. На хорошие люди и писаются хорошие люди. Да. Ну что делать? Сейчас очень многие обрадовались, что у нас закрыли монетизацию. Так обрадовались, так обрадовались, говорят, ну вот вы хоть. А ты вот эту да, штучку, сними штучку. Вот так. Обрадовались, сказали, ура, ура, вы хоть на работу пойдете. А не все вам просто так деньги получать. Бесплатные халяву вам прикрыли. Бессовестная. Кто так думает? Просто многие же думают, что это страшная халява, чем мы занимаемся. Ну, мы не лежим на диване и не снимаем себя с немытой моськой, да? Вот я считаю. Вот это только мне. А еще надо помнимать. С накрашенной ты не знаешь, как сняться. В этом году на теплице будет ценник. Таня, срочно сейчас покупай. Срочно. Где купить-то? Где купить-то? У всех поломались теплики. Ну не у всех, я говорю, очень многие. На дачу-то вообще повалованы. А потому что кто на даче-то мог проехать? Дорог не было, никто же не может проехать. Пенсионеры же не могут деться. А раз спрос будет, естественно, уже цена без спроса. Вот смотрите, наша дача. 25 километров от города, да? Ну, трассы на Алёху вообще хорошие. Ну, потом у нас идти полтора километра туда вот тут. Аппендицит. Да. Ну, я поняла. Удачный участок. Там даже дороги нет. Морисичек заказывает. Ну, очень хороший парень. Да, да, да. А ты не будешь туда? Мечтаю. Пока надо же уговорить некоторых товарищей профессора. А что ты хочешь? Хочу еще тюкличку. Как тебе скоро день рождения? Уговаривай. На день рождения мне айфон подарил. Успокой. А скажи, я ничего не знаю. Ты забыла, да? Ты что сказал? Да, ты что? Какой айфон? Это было 8 марта. Я договариваюсь, что подарить телефон на два праздника. Света, а теперь это общее. На всю семью. На всю семью? На три семьи. Скиньте их на три семьи. Света, так зачем тебе еще? Успокойся. Стой, а мне Вова подарил на день рождения... Ой, на день рождения. 8 марта новые фартуки. Само два. Машка что-то уничтожила? Вова с Машей нашли. То есть у меня, дорогие друзья, будет два новых фартука. А еще третий я сшила, а четвертый еще шьется. Представляете, какая я звезда? Ты же сама шьешь. Ну не просто же звездой назвали. И это я... Я не умею шить и не буду никогда. Это мне моя приятельница сшила мне фартук, которым я буду ходить в огороде. Ну там еще можно, да? В огороде. Для того, чтобы... С джинсами, да. Все в кармане? Да. Посмотрите, карманы с этими... С клапанами. Чтобы я сюда... Ножницы и телефоны мне не выпадали. Сейчас. Вот. Это мои старые джинсы. Вот. Олечка, у меня супер мастер. Из моих старых... Да, Ольга, Ольга, Ольга. Да, Олечка, покажи, Светочка, как. Как хорошо. Правда же? Это же мой размер. Да. Света моя вообще хорошая. Очень хорошая. Это же мой размер, мой косо. Вот, смотри, ты завязала, а у меня там на пуговку. А Света, какие? Еще второй такой, если сюда в саляске будут приходить. Так что вот. Вот, видите, красивая же, да? Вот. А остальные я не покажу, потому что я буду в этом форсить. А, вообще. А нам-то покажи. Нам-то покажи. Там не так видно. Тогда выключу камеру. Нормально. Так что, девочки, мы напились прекрасного вкусного чая. Наговорились на все темы. Немножко вас посвятили, да? Да. Ну что, мы оптимисты? Оптимисты. Да. Впереди нас ждет... Хорошее будущее. Светлое. Светлое. Потому что мы две светы. Будем светить. Доброе, счастливое. Вот, видите как? Да, Таня? Да, да, да. Да. Впереди нас ждет красота, потому что мы будем выращивать цветы. Они расцветут. Все равно будет красиво. Красота спасет мир. Спасет мир обязательно. Будем только этого ждать. Мы за мир во всем мире. Мы только за это, да? Желаем вам того же. Крепкого здоровья. И всех благ. Всем пока. Всем пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok